Хорошо, у меня есть совет, состоящий из трех частей для тех, кто видит Слипнот впервые. Займите устойчивую позицию, сгруппируйтесь и не разбейте себе лицо, потому что вы обосретесь от страха. Со мной Кори Тейлор. Мне всегда приятно с тобой общаться. Клево. Потому что мне всегда есть что сказать. Всегда. По-моему, это первый раз, когда я беру у тебя интервью и на тебе маска. Как я тебе уже говорил, твоя новая маска просто охереть как ужасно. Это настораживает. Но это был намеренный шаг. Ты преуспел в этом? Поначалу все начали жаловаться. Все говорили, на нее невозможно смотреть. А я, в этом и был замысел. Я не хотел, чтобы вам было приятно на нее смотреть. Я тут не пытаюсь выглядеть как мой маленький пони. Это просто смешно. Ничего не имею против брони. Мы не обижаем брони. Это сильная организация. «We are not your kind» выходит в августе. Шестеренки начали крутиться полным ходом. Какими были твои ожидания в самом начале? Ты, наверное, был в предвкушении. Чувак, предвкушение сбалансировано тем фактом, что мы все еще растем. Все произошло так быстро. От нуля до твоей мать. Да, вы прямо с головой окунулись. Так мы всегда и делали. Нам ничего не давалось легко. У нас было совсем немного времени для репетиций. Еще немного времени на предпродакшен. И все. Мы сказали себе, мы можем готовиться сколько угодно. Но это никогда не подготовит тебя к живому выступлению. Никогда. Так что давайте удостоверимся, что мы в форме. Давайте удостоверимся, что все выглядит круто. И вжарим как надо. Просто выйдем. И пусть это волнение сыграет нам на руку. Я слышал, что новый альбом будет нереально тяжелым. Очень. Он тяжелый. Экспериментальный. Также он охренеть как мелодичный. Лирика там очень мрачная. Потому что я проходил через очень темные времена. И это пропитало все тексты к этому альбому. Все мои эмоции на этом альбоме. Я пытаюсь сбросить с себя цепи депрессии и всего этого негатива. Избавиться от всего этого. Атмосфера очень мрачная. Люди не знают, чего ждать от альбома. Это сумасшествие. Когда я рассказываю людям, что общался с тобой, все отвечают. Он легенда. Прошло уже 20 лет. Ты вписал свое имя в историю хэви металла. Как ты к этому относишься? Знаешь, меня никогда особо не волновала эта тема с легендой. Это безусловно льстит. Но для меня самое крутое, что даже после 20 лет мы все еще растем. Это здорово. Мы открываем для людей совершенно иной мир, когда они начинают слушать хэви металл и рок. Мы расширяем их горизонты в музыке. Вот чем я горжусь больше всего, выходить на сцену, как представитель жанра, который постоянно высмеивают и ни во что не ставят. Мы заявляем, знаете что, у нас отличные продажи. Наше новое видео набрало 4,7 миллиона просмотров за 10 секунд. Рассказывайте мне после этого, что рок и металл умерли. Мудачье. Перевод и озвучка Белобокин Транслейшнс. Не забудь также подписаться на канал, поставить лайк и вступить в группу. И спасибо, что посмотрел. Не забудь про колокольчик. Продолжение следует...